Привет! В этом видео я буду говорить о крайне спорной и щепетильной теме, о плагиате, срисовках, обмазках и т.д. Также упомяну феномен референса. Но я буду это делать не одна, а со своей подругой Левией. Приветики! Я знаю, что мы все любим спорные темы, все мы немного крыски и любим пообсуждать подобное. Хочу поблагодарить тех людей, которые помогли мне в создании этого ролика. Например, предоставили все скрины. Спасибо! Не будем вас томить долгими вступлениями. Наливайте себе чаек, берите плед, а мы начинаем. Погнали! Но перед тем, как болтать о плагиате, Леви быстренько расскажет нам о том, что же я рисую. На фоне спидпейнт дабл меми одну половину рисовала Аврора, что, соответственно, вы сейчас видите на экранчике. А у меня на канале тоже есть ролик с Авророй, где мы говорим о том, как набрать аудиторию, даем вам разные советы и многое-многое другое. Там я тоже рисую свою часть дабл меми на фоне. Ссылочка на ролик Леви уже в описании. Итак, продолжим. Тема плагиата. Крайне спорная тема, но я постараюсь быть максимально объективной в этом плане. Но перед этим мы поговорим об авторском праве. Я и Леви не раз сталкивались с рисовками, обводками и разными нарушениями авторских прав. Не кажется знать, что это такое, и иногда приходится объяснять, что же это, соответственно, такое. Если простыми словами, то это право на интеллектуальную собственность. Когда человек не указывает автора оригинала, пытается продать работу или же выставлять чужую идею за свою, то это нарушение авторского права. И, я думаю, стоит закончить говорить об авторском праве и нужно перейти к спорной части. Скажем так, мы будем немножко крысятничать, рассказывая о личном и наболевшем. Самые частые виды осознаваемого плагиата – это срисовки, обмазки и обводки. Ради вас Аврора очень любезно предоставила пару зарисовочек. Скажите ей спасибо. Это пример срисовки. Как видите, просто повторила линию в линию и частично покрас. А еще за срисовки можно получить кучу негатива в интернете, особенно, если вы взяли рисунок у популярного художника и при этом вы даете эту срисовку, обводку или подобное за свои работы. Ведь мало кому интересны срисовочки. В большинстве нас смотрят либо дети, либо подростки, так что срисовок наших работ достаточно в интернете. Выросли люди реже что-то срисовывают, потому как у них очень много забот. А еще многие прекрасно создают, что срисовки и подобное на самом деле не очень хорошо. Как же я отношусь к срисовкам? Мне безумно неприятно и обидно. Думаю, Левия тоже со мной согласится. Итак, теперь тема обмазок. Пример обмазки на экране. Обмазка – это когда мазюкают кисточкой поверх оригинального рисунка или фото, пытаясь скрыть следы оригинала. Подобное больше распространяется в диджи, но и в традишке встречается. Многие вообще на этом зарабатывают целое состояние. Тыкать пальцами не буду, сами поймете о ком я. Далее у нас пункт про обводку. Вот обводка – это почти что срисовка, но в самой срисовке градус плагиата все-таки выше. В обводке воруют лайн-арт, а в срисовке и цвета на работе. Пример обводки у вас сейчас на экране. Уф, мы наконец-таки рассказали полностью обо всех распространенных типах плагиата. Теперь каждый из нас выскажет свое полное мнение насчет этого. Некоторые относятся одобрительно и говорят, что срисовки и обмазки чему-то учат, но это просто бездумное копирование, вряд ли оно к чему-то хорошему приведет. Каждый художник по-своему видит предметы. Например, я рисую большие стопы и тонкую шею, что вообще является искажением пропорций, и я искажаю пропорцию, как моей душе угодно. Анатомично это неверно, но выглядит как мне достаточно эстетично. Леви, спасибо за твое мнение, а теперь я уже выскажу свое независимое мнение на этот счет. Мне крайне неприятно. Вот и все. Далее у нас тема референсов. Зачастую референс это изображение, на которое вы опираетесь, когда что-то рисуете. Пример правильного использования референса на экране. Также оно имеет название стадик. Это небольшие зарисовки, при которых вы опираетесь на фото чего-то или кого-то. Референс это может быть буквально положение кисти в каком-то ракурсе. Пример неправильного референса показать не могу толком, так что представьте типичную срисовку или обводку с чужого арта или фото. Важно правильно уметь пользоваться референсом, а не тупо обводить его. А теперь мы вам хотим рассказать о всяких личных случаях плагиата и тому подобного в нашу сторону. Что с запасающейся бутербродиками, снова делайте себе чайок, конфетки, печенье и мы начинаем рассказать о личном наболевшем. Я в инстаграме три с половиной года и за это время видела кучу срисовок, обмазок и обводок со своих работ. Ну и еще плагиат стилево растут персонажей. Ну о персонажах мы поговорим чуточку позже. У меня почти 70 тысяч подписчиков в инсте, так что воруют нередко, да и мой стиль не выглядит сложно. Сейчас что-то воруют реже, потому что скилл вырос. Ну еще и потому что, блин, сравните, что по-вашему проще скопировать. Логично то, что рисунок слева проще скопировать. Да, Аврора права, это проще, хотя бывают и те, кто копирует все что видят, так как у них это намного проще получается. У меня всегда больше воровали фишки стиля, чем моих персонажей. Скажу, что это неплохо брать одну-две фишки определенного автора. Это даже хорошо, но если вы берете больше пяти таких фишек, то это начинает попахивать плагиатом и копированием стиля, а это уже нехорошо. Иногда люди начинали отнекиваться, когда брали много фишек. Это так неприятно и обидно на самом деле. Вот у меня тоже такое было, когда человек начинает отнекиваться и оправдываться, почему просто нельзя принять факт плагиата и извиниться. Возможно, человек пытается внушить себе то, что он не виноват таким образом, но это мое предположение. Можете написать ваше мнение по поводу этого в комментариях. Мне будет интересно это почитать на досуге с чашечкой горячего чая вечером. Ну а теперь Левия нам расскажет о случае плагиата из своей жизни. Очень неприятные ситуации плагиата произошли со мной этой весной. Художники брали позы с моих артов, чуть ли не обрисовывая их и добавляли поверх своего персонажа. И у этих художников много в профиле подобного. И не только такие работы они брали у меня, они воровали из работ других художников. Было ощущение, что поверх моего арта просто сделали манекен. Вы можете заметить пример на экранчике. Вышло неприятно в общем. Я написала людям спокойно и вежливо, что это некрасиво с их стороны и они признали, что специально обводили позы, потому что им нравятся мои работы. Извинились и теперь ведут нормальные профили. Так что хэппи-энд. Я конечно рада, что людям нравятся мои работы, но свою любовь к моим работам можно выразить и другими способами. Замечала, что многие после того, как я им писала в личку, извинялись и удаляли все, что своровали. Ну либо когда в комментариях уже каждый второй писал о факте плагиата. Теперь поговорим о воровстве персонажей. Персонажи прям конкретно у меня своровали раз. Причем человек облажался в этом плане по полной программе. Но перед этим приведу пример, как у меня так пару раз подписчики вдохновлялись моими персонажами. Осуждать их или нет, я не знаю. Лучше посмотрите на мой пример и решите сами. А теперь сам пример, который очень похож на то, что было в действительности. У меня есть персонаж по имени Риан. Вот он. У него гетерохромия. В данном случае оба глаза разного цвета, зеленый и голубой. Частично высветленные пряди волос и такая модная прическа а-ля верните мне мой 2007. Дизайн в целом терпим, не пестрит с оригинальностью, но и не слишком скучный как по мне. Так вот, захожу я значит в инсту и вижу это. Персонаж прям копия Риана во всех аспектах. Но это не Риан. Нет-нет, это точно не Риан. Это типа другой персонаж. Человек был подписан на меня и даже не скрывал это. В описании же написал, что это его персонаж и что вы не смеете его копировать. Иронично. Понимаю тебя, это очень неприятно. Пару раз моего персонажа тоже крали и продавали другим людям. То есть это вообще как-то в голове немного не укладывается. Я практически полностью ушла с площады купли-продажи персонажей после одной ситуации. Однажды я купила очень дорогого адопта. Это персонаж, который создан для продажи, если что, с аукциона. А девочка, с которой я боролась за персонажа, проиграла аукцион и пошла в личку к автору персонажа. Попросила сделать такого же, только немного поменять цвета и одежду. Автор согласился сделать. Увидев этого персонажа, я сразу поняла, что пахнет плагиатом. Написала автору и он мне кинул всю переписку, хотя изначально этого делать не хотел. Автор сказал, что многое поменял, хотя в целом персонаж оставался очень похож. Автор, конечно же, заметил слив. И тогда пришли защитники с его группой, начали спамить, что плагиата нет. Хотя в сливе было прямым текстом написано сообщение от этой девочки, с которой я была на аукционе. Сделайте похожего персонажа, но поменяйте немного, чтобы не выглядело, как плагиат. В итоге администратор создал в посте опрос, плагиат ли это. И автор обоих персонажей попросил голосовать за то, что плагиата нет. В итоге из-за накрутки действительно было принято решение, что плагиата нет, слив был удален, а администрация закрыла глаза на это, ведь художник был популярный. Я дарм отдала персонажа и ушла с платформ из-за нечестности. Как по мне, это крайне нехороший поступок. Нужно уметь достойно проигрывать. Я очень надеюсь, что этот человек или его фанаты сейчас смотрят это видео. И им за это стыдно. А теперь мы поговорим о более трешовой истории, где человек уже прикидывался моим персонажем в открытую. Ник замажу, чтобы вы не писали этому человеку, ведь аккаунт уже заброшен, потому что события происходили в конце 2020 года. Когда-то я ввела аккаунт от имени моего персонажа, рисую специально для этого посты. Но мне быстро стало не хватать времени на то, чтобы ввести основной аккаунт и этот, так что забросила дело. Так вот, одна девочка завела один аккаунт от имени моего персонажа, Авроры, а второй от имени, внимание, Салли. Салли Фейс, конечно, уже нынче не тот, но в данной ситуации это был просто мой вариант, но с другим именем. Что же эта девочка публиковала на своем аккаунте? Она публиковала контент в стиле влюбленной парочки, все скрины сейчас на экране. У меня тоже было несколько аккаунтов, которые прикидывались мной и даже набирали камешки, когда у меня была аудитория до 5к. Сейчас такого уже нет, но все еще будьте осторожны. Продолжим. А знаете, как эта лавочка прикрылась даже без моего особого вмешательства? Я стала реже рисовать этих персонажей вместе, а соответственно контент для плагиата закончился. Она пыталась пустить что-то самостоятельно, но стиль отличался, соответственно аккаунт TheGlock. Также она забанила все мои аккаунты. Больше я не помню подобных историй, но по крайней мере они видимо были не настолько важны, раз я о них ничего уже не помню. Ой, чувствую мы за этот ролик получим очень много негатива. А может быть и нет, кто знает. Скажу так, мы не судьи и соответственно судить вы за такое конечно же не можем. Я лично когда вижу срисовку, то сразу воспринимаю это как комплимент. Ну мол мои работы настолько хороши, что их срисовывают, но с другой стороны нарушение авторского права становится неприятно. Лично я уже давно не парюсь по поводу срисовок, так как прекрасно все знают где оригинал, да и на срисовках далеко не уедешь. Хотя на самом деле бывает иногда обидно. Видео не было прям каким-то поучительным, мы просто поделились личным с вами и рассказали такие вот истории. Теперь вы по крайней мере видите разницу между обводкой, срисовкой и обмазкой. Только я не знаю, что это даст эта информация в жизни, но это не важно. Всем спасибо за прослушивание этого мини-подкаста с дискуссией. Подписывайтесь на меня и на Аврору. Можете поставить лайк еще для мотивации, чтобы мы сделали еще несколько таких видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, мы вас любим. Всем пока-пока, мы вас очень любим.